МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн эфир 41-го канала продолжит информационная программа о Воронеже события-факты. Смотрите сегодня в выпуске. В городской администрации обсудили предстоящие главные летние армейские праздники. Легко ли в Воронеже устроиться на работу человеку с ограниченными возможностями? Исправительно-трудовое село в занимательной топонимике Воронежской области. К событиям в регионе мы вернемся после обзора мировых новостей. В Южной Корее заявили, что Россия нарушила воздушное пространство республики, причем сделала это дважды. В ответ на это Сеул поднял свои истребители, которые произвели предупредительные выстрелы. По сообщениям СМИ, это первый подобный случай нарушения корейского воздушного пространства самолетами Воздушно-космических сил России. Минобороны Российской Федерации между тем заявили, что российские Ту-95 МС при полете над Японским морем не нарушали границ других государств. Для справки Ту-95 советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик, ракета «Носец», самый скоростной в мире самолет с турбовинтовыми двигателями. До настоящего времени единственный в мире серийный бомбардировщик и ракета «Носец» с турбовинтовыми двигателями. Являлся советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. США намерены создать международную коалицию, которая станет патрулировать Армузский залив, чтобы держать морские пути в этом регионе открытыми. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео. Также он отметил, что Америка не желает войны с Ираном, а только хочет, чтобы Исламская республика прекратила заниматься террористической деятельностью по всему миру. По словам госсекретаря, Тегеран не может продолжать свою ядерную программу. Заявление Помпео связано с задержанием в Армузском проливе британского танкера «Стена Имперо». Отношения между Ираном и США с их союзниками обострились в начале лета из-за инцидентов с танкерами в Персидском заливе. В июне Иран сбил американский беспилотник, и это едва не привело к войне. Новости республик бывшего СССР. Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе. С таким заявлением в эфире телеканала ICTV выступил лидер партии власти «Слуга народа» Дмитрий Разумков. По его словам, амнистия для боевиков, которые замешаны в военных преступлениях, недопустимо. Вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик насчитывают порядка 30 тысяч человек. Поскольку амнистия этих людей и руководство самопровозглашенных республик – обязательный пункт минских соглашений, выполнение которых взял на себя Киев при Порошенко, то новая власть себя обязательства эти снимает. Новости Российской Федерации. Во время пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае погибла 10-летняя девочка. Четверо детей были госпитализированы, чуть позже трое из них скончались в больнице. Полученные ими ожоги оказались несовместимыми с жизнью. Еще один ребенок получил отравление от угарного газа. Состояние его средней тяжести. Пожар произошел 22 июля на территории горнолыжного комплекса, где в палаточном лагере размещались 189 детей. 20 из 26 палаток сгорели за 6 минут. Предположительно, причиной пожара послужила неисправность одного из обогревателей, на котором слушали одежду. Следственный комитет возбудил дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По сообщениям СМИ, последняя проверка госпожарнадзора проходила в лагере в мае текущего года, руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации. Правительство одобрило законопроект, согласно которому электронные сигареты приравниваются к обычным. Информация об этом появилась на сайте Кабинета министров. Ранее сообщалось, что соответствующую норму могут принять уже в этом году. А действовать она начнет с начала 2020 года. В рамках инициативы предлагается распространить положение закона об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма на электронные курительные изделия, включая вейпы и кальяны. В Министерстве здравоохранения отметили, что отзыв Кабмина не вносит в законопроект радикальных изменений, а лишь немного корректирует терминологию. Использование электронных сигарет будет запрещено в тех же местах, где сейчас запрещено курение обычных табачных. В случае нарушения штраф может быть от 500 до 1500 рублей. Закурение на детских площадках – до 3000 рублей. Новости нашего региона. Празднование Дня военно-морского флота в этом году приходится на 28 июля. Последнее воскресенье второго летнего месяца. А уже 2 августа – День десантника. Как Воронежа готовятся к этим датам, рассказали на еженедельном совещании в городской администрации. Также о проделанной работе отчиталось Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики. Подробности в сюжете Галина Жуковой. Более 30 праздничных мероприятий, посвященных Дням военно-морского флота и воздушно-десантных войск, пройдут в Воронеже с 28 июля по 2 августа. Уже в это воскресенье празднование ВМФ традиционно состоится на акватории Воронежского водохранилища проведением Петровской регаты. А вот День десантника, который в России отмечают 2 августа, в этом году приходится на рабочий день пятницы. Старт мероприятием в рамках празднования Дня воздушно-десантных войск будет дан 30 июля, следующий вторник, открытием бюста командующим воздушно-десантными войсками СССР генералу армии, Герою Советского Союза Василию Филипповичу Маргилову. В день празднования, 2 августа, мероприятия начнутся с поминального богослужения в храме пророка Ильи. Аналогично сбор участников шествия стартует в Кольцовском сквере, также в 9 часов. Затем участники шествия организованных перемещаются к памятнику воинам-интернационалистам, где возлагают святые венки и далее прибывают в Парк Победы, сквер у памятника Воронежу Родина ВДВ. На рабочем совещании в мэрии речь также шла о работе Управления предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики. По предварительной оценке, оборот розничной торговли за первое полугодие 2019 года увеличился более чем на 8% по сравнению с прошлым годом и составил 175 миллиардов рублей. Даже если брать в расчет такие города, как Москва и Санкт-Петербург, в рейтинге городов-миллионников Воронеж уверенно держится в первой десятке, уступая место Екатеринбургу, Самаре, Нижнему Новгороду, Новосибирску и Ростову-на-Дону. Руководитель профильного управления затронула острый для большинства местных производителей вопрос, как в рознице выжить в кризис. Они выразили общее мнение, что конкурировать на сегодняшний момент с сетями им очень трудно. Не хватает информационно-консультационной поддержки, нет знания по ребрендингу, нет возможности спроектировать торговое пространство. В связи с этим глава Воронежа Вадим Кстенин дал конкретное поручение. Проводите совместно с департаментом скоординированные действия по организации доступа местных товаропроизводителей на крупные федеральные сети. Еще одно известие коснулось запланированных ремонтных работ путепровода по улице 9 января. Сегодня аукцион прошел по 9 января, значит, итоги на этой неделе будут подведены, то есть сейчас продолжает работать комиссия аукционная, получим подрядчика, заключим с ним договор, ну и, естественно, уже параллельно будем вступать в переговоры по срокам, чтобы сформировать максимально быстро перечень работ и, самое главное, сроки их производства. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Легко ли устроиться на работу человеку с ограниченными возможностями здоровья? Ответ на этот вопрос попытались найти наши корреспонденты. Подскажите, что подразумевает под собой вакансия специалист по кадрам, какой будет функционал и когда можно будет проехать, переговорить. Павел по специальности экономист. На бирже труда советского района он состоит уже полгода. Говорит, вакансии есть, работу предлагают, но ему эти должности не нравятся. А иногда вроде все и устраивают, но признается, на работу его принимать работодатели не спешат. Раньше работал экономистом-аналитиком при Департаменте экономического развития в Воронежской области. Также есть опыт работы специалист по связям с общественностью. Параллельно четыре года руководил садоводческими, коммерческими товариществами. В связи с тем, что имеются ограничения по здоровью в качестве второй группы, очень зачастую работодатели находят договорки, чтобы не принять на работу. Сегодня Павел все-таки нашел для себя приемлемую должность. Специалист по кадрам. В ближайшие три дня он отправится на собеседование. На сегодняшний день работодатели неохотно трудоустраивают инвалидов. К тому есть несколько причин, как объективных, так и субъективных. В качестве объективных это, возможно, строгие требования законодательства при трудоустройстве инвалидов. И работодатель должен обеспечить специальное рабочее место для инвалидов, создать ему комфортные условия труда, что подразумевает под собой определенные материальные затраты. Ну и, в принципе, сами работодатели, как правило, боятся брать людей с инвалидностью, опасаясь, что они будут не вполне компетентны. Ну что, Павел Викторович, тогда направление выпишешь? Ну давайте попробуем, съездим, переговорим. Давайте. Кандидат с инвалидностью считается таким же полноценным претендентом на должность, как и другие люди. Необходимо ли, чтобы знания, умения и навыки человека соответствовали заявленным требованиям работодателей? Идти работать на 13-15 тысяч, согласитесь, сейчас на эти деньги уже не проживешь. То есть у нас средняя зарплата по региону, по Воронежской области порядка 30 тысяч. То есть финансовые предпочтения где-то от 25 тысяч, я рассматриваю для себя. А должность тоже, какой себе хотите, может, руководящий? Нет, согласен на специалиста, на руководителя среднего звена. Задача государственной службы занятости – помочь инвалидам найти работу. Сегодня в крупных компаниях, где численность сотрудников превышает 35 человек, предоставляется 1% квотных рабочих мест для инвалидов. Напротив, инвалиды достаточно ответственные люди. Они достаточно хорошо работают на своем рабочем месте, стараются. И, в принципе, работодатели, которые берут на работу инвалидов, как правило, проблем не возникает. Инвалиды держатся за свое рабочее место. К тому же им нужны дополнительные средства на лекарства. Эти факторы мотивируют их выполнять свою работу более ответственно. На протяжении полугода, после того, как инвалид был принят работодателю, часть его заработной платы компенсирует государство. Трудовой день инвалида обычно короче на один час. Возвращаются суммы только за это время. А инвалидам молодого возраста до 44 лет еще предоставляется наставник, который помогает им войти в рабочий ритм. Еще одна льгота – дополнительные два дня к отпуску. За этот год на биржу труда обратилось почти 600 человек с инвалидностью. 85% из них уже трудоустроились. Всего в области зарегистрированного порядка 70 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Работает из них порядка 20 тысяч человек. Неизвестно еще, сколько людей, страдающих определенным рядом заболеваний, не получают инвалидность, боясь не устроиться из-за разовой справки на хорошую должность. Есть так называемая скрытая инвалидность. Как правило, на польске новой работы уходит в среднем три месяца. Размер пособия по безработице человеку, имеющим трудовой стаж в месяц составляет 8 тысяч рублей. Людям предпенсионного возраста платят чуть больше 11 тысяч. Такую выплату можно получать в течение года или пока не устроишься на работу. Несмотря на все трудности с трудоустройством инвалидов, Ольга считает, что работу нашла очень быстро – за четыре месяца. Она устроилась бухгалтером в фирму, занимающуюся продажей косметики. Работа ей нравится, от начальства к ней тоже нет нареканий. Я перенесла серьезные операции, очень серьезные. Была присвоена определенная группа инвалидности и состояние здоровья уже не позволяло вести те объемы. Когда была предложена эта вакансия, мне все понравилось. Я поговорила с потенциальным работодателем и все сложилось великолепно. Ольга работает уже три месяца и зарекомендовала себя с положительной стороны. Когда работаешь с инвалидами, это люди, которые знают, чего хотят. И это люди, которые имеют большой опыт за плечами, и это люди, которые очень сильны внутри. Поэтому в плане сотрудника они проявляют себя на высшем уровне, несмотря на то, что, может быть, есть какие-то свои внутренние у них опасения. Инвалидность – это еще не приговор. Конечно, огромного желания брать таких людей к себе в организации работодатели не испытывают, но вероятность найти свое дело есть. Биржи труда специально заключают с фирмами договор о квотировании рабочих мест для инвалидов. В таких фирмах для таких людей создают специальные условия. К примеру, человеку разрешают работать из дома или сокращают рабочий день. Олеся Алисюк, Дмитрий Хлебный, 41 канал. А мы продолжаем рассказывать о селах Воронежской области с интересной судьбой. Почему село Трудовое Новоусманского района на протяжении многих лет было исправительно трудовым, расскажет Игорь Захарченко. В Новоусманском районе 16 сельских поселений. Трудовское – одно из самых маленьких и по населению, и по территории. На 51-м квадратном километре здесь обитает менее 800 человек. И на столь небольшой территории уместилось 18 прудов. Правда, самые крупные из них – частные. Село Трудовое возникло в 1832 году. Первоначально здесь жили переселенцы из соседних уездов. В народе село называли Емпелево, искажая фамилию местной помещицы по фамилии Гампель. Шесть лет в конце 19 века здешние поместья арендовал известный писатель Александр Эртель. В советское время местное население работало в совхозе имени Ленина. Сейчас работают в самых разных местах, в основном вдали от родного дома. Население в основном, такие мужчины, в основном работают в Москве. Уезжают в вахтовые методы, работают. Там такие строительные организации, они работают на КамАЗах, вот возят там все это, бетон там заливают. Тут, я знаю, два водителя, второй работает на таком тракторе, который копает, вот это, экскаватор. Ну, в строительных организациях они там работают. Ну, один там как устроился, а потом эти уже постепенно к нему перешли, там они так вот работают все вместе. С 1965 года местное хозяйство стало называться совхозом Дзержинский. В центре села красуется памятник Железному Феликсу. К ногам главного советского борца с контрреволюцией прижалась маленькая девочка. Феликс Эдмундович, как известно, был безжалостен к врагам народа, но очень любил детей. Памятник был установлен в 1967 году, к 90-летию главного чекиста. Здесь работал Нечаев, директором, и он даже был знаком с женой Феликса Эдмундовича Дзержинского. Да, и они поддерживали связь до 1968 года, пока она была жива. Но тут еще казус такой произошел, что привезли голову Гоголя, а не Дзержинского. Ее назад потом отвозили, когда памятник устанавливали. Да, вот так. Совхоз назван в честь основателя ВЧК не случайно. В сталинские времена здесь была колония. Большинство заключенных были колхозники, сидевшие по политическим статьям. В 1931 году построены были бараки, и, короче, что сталинская репрессия заставила людей здесь отбывать за колоски и за все прочее. А в 1953 году, после смерти Сталина, была расформирована. И многие люди, которые здесь отбывали наказание, они остались жить в этом поселке. Раньше местная школа была среднеобщеобразовательной. Теперь ее ранг понизился до уровня основной девятилетки. И всего 30 учащихся. Любовь Ивановна Новикова более 40 лет проработала здесь учительницей и знает истории села досконально. Можете представить себе, что до этого незадолго была колония. И поселение здесь состояло, по сути дела, из бараков, в которых жили те, которые отбывали здесь наказание. И только абсолютно несколько домиков, домика два или три было, в которых проживали до этого начальники, то есть руководители колонии. И поэтому первому председателю совхоза Дзержинский надо было поднимать, строить и пошли постройки. Однако многие постройки советского периода неуклонно приходят в упадок. Разве что клуб, построенный уже в 90-е годы, выглядит более-менее прилично. Трудовское сельское поселение вошло в областные программы. Здесь начали обустраивать сквер, собираются ремонтировать водопровод. Однако местные аграрные предприятия постепенно сворачивают здесь свою деятельность, что местных жителей отнюдь не радует. Ведь там, где работа, там и жизнь. А трудовое без труда не выживет. А теперь о погоде в Воронеже и области. 24 июля на всей территории региона днем ожидаются небольшие дожди. Ветер переменный северо-западный, южный и юго-восточный от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха в Рамоне, Острогожске, Семилуках и Нижнедевицке плюс 19. В Хохле и Лисках 20, в Росоши 21. В Бобровии и Павловске плюс 22 градуса, в Богучарии и Бутурлиновке плюс 23. В Борисоглебске столбик термометра поднимется до отметки плюс 29. В Воронеже небольшой дождь, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. 24 июля православная церковь почитает память Ефимии Всехвальной. Жила она в 4 веке во времена гонений христиан при императоре Диоклетиане. За то, что Ефимия не отказалась от веры, ее отдали в цирк на растерзание диким животным. На арене на девушку выпустили львов и медведей. Звери начали облизывать ей ноги, и только одна медведица нанесла Ефимии незначительную рану, от которой святая мученица испустила дух. После этого случилось страшное землетрясение. Дома и храмы начали разрушаться. Люди в ужасе выбежали из цирка, а тело Ефимии осталось на арене. Его забрали родители девушки и похоронили в окрестностях Халкидона. Позже на ее могиле возвели храм. Уважаемые телезрители, 41-й канал Воронежской области не отключается в связи с переходом федеральных и местных каналов на цифровое вещание. Мы продолжаем эфирное аналоговое вещание на 41-й телевизионной частоте. Мы по-прежнему работаем для вас 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. И это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-94-06. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала и в наших группах в соцсетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире в 6, 7, 9 часов утра, ровно в полдень, в 19.30, в 20.30 и в полночь по московскому времени. А также на нашем YouTube-канале в интернете. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире 41-го. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова